Алло, привет! Че не узнаешь что ли? Это Лена с дискотеки! Ну куда еще веселей, хотя настоящая веселуха была сегодня ночью. Всем салютики, сейчас все расскажу, но вначале у меня сегодня макароны с грудинкой, с овощами и с сыром, а также салатик, огурцы, помидоры и люк. В общем, сразу всем приятного аппетита! Вы знаете, от людей можно ожидать все что угодно на самом деле. Но вот для меня как-то дико, когда женщине уже ближе к 70, и она занимается такой тупостью, понимаете, ну это наверное может быть действительно плачет клиника по ней, но может быть она там и лежала даже, потому что я не могу объяснить ее поведение больше никак. В общем, короче говоря, вчера вот эта вот горчичка, как она называет себя в Ютубе, уже не первый раз мне пишет, комментарии все опять такие с подстебом, скажем так. Я, конечно, выразилась по-другому. Ну и когда она поняла, что все-таки со мной, хотя она пишет не первый раз, но все равно как бы понимает с каждым разом, что номер у нее со мной не проходит, и весь, вообще вот весь негатив, который только можно выразить в словах, она там не может, потому что Ютуб тоже может не пропустить. И она решила подойти с другой стороны. Ну и что, думаете, она сделала? У меня под видео оставлен номер карты. Для того, чтобы кто-то, если пожелает, если будет какое-то желание, а не для того, что я приказываю платить мне. Ну, в общем, для доната. Что она делает? Она, короче, шлет мне рубль и пишет сообщение. Там настоящее имя Алевтина. П. П. Я бы сказала, какая она П. Вот, понимаете, оправдание ее поведению я вообще, ну, нигде не найду и не буду искать даже в силу возраста, потому что моей маме 71 год, она так себя не ведет. Этот человек явно либо у него с головой что-то неважнецки, скажем так, либо, ну, человек действительно настолько обиженный жизнью, что он не знает, куда слить свой негатив и при сливании этого негатива ему становится легче. Ну, это думает так она, наверное. В общем, я сделала пару скриншончиков, столько, сколько она мне написала. И, понимаете, каждый раз она слала рубль, чтобы ей написать это сообщение в Тинькофф. Мы уже, понимаете, с мужем стали спорить. Там, знаете, как игра у нас стала уже. Ну, слушайте, женщина невменяемая реально, ну, это я не знаю. Но сочувствия таким у меня тоже нету. Короче, она меня засыпала проклятиями. Засыпала так, что это пипец какой-то, но она не учла одного. Люди по-разному реагируют на это, но это уже проблема людей. Я не боюсь эти проклятия. Эти проклятия от меня отскакивают. Они даже не отскакивают, они ко мне, ну, никак не прицепляются по той простой причине, что я с 15 лет увлекаюсь магией. С 15 лет. И я за это время столько уже знаю, какую хорошую защиту поставить, как уберечь себя от таких вещей и так далее. И вот этот негатив, кстати говоря, кто сейчас меня смотрит и кто очень любит тоже поливать этим самым говнецом, я скажу вам, что я вам отфутболиваю его в трехкратном размере. Поэтому все, что вы там желаете, там, я не знаю, ну, все, что пишете какую-либо хрень, особенно с пожеланиями, все это постигнет вас либо вашу семью. А потом вы удивляетесь. Ой, так все плохо в жизни, дети болеют, то-то, то-то. А все почему? Потому что ваше поведение не заслуживает ничего хорошего. Поэтому с меня, как с гуся вода, а вот вам будет втройне плохо. Это я вам могу сто процентов сказать. У меня в свое время была очень хорошая наставница, била энергетик, у нее даже диплом был. Она меня учила всему этому. И это, вы знаете, очень помогает в жизни, хочу вам сказать. зла я никому не причиняю. Но вы автоматически сами себе делаете зло. Навлекаете на себя беду и зло. Так что надо сначала подумать, как следует, что вы желаете людям, как вы относитесь к людям. А та тетка, я поняла, что она под 70, потому что она что-то там написала такое про ее пенсию. Что ей как будто бы моя еда обходится дорого. В общем, короче, у нее и так что-то такую хрень несла, так что вот. Но потом я ей сказала твои речи на твои плечи, мне как с гуся вода, ну и там еще кое-что. Ее еще больше понесло. выбесили мои слова напрочь, то есть там вообще пошло такое, что я ей сказала пиши, я читать больше твой бред не буду. И вот она строчила мне, наверное, полночи, я только слышу от Тинькова все по рублю приходило. Господи, вот человеку делать нехрен, но я не знаю, может быть, действительно у нее с мозгами не все в порядке. Как она меня там только не называла? Ну правильно, в Ютубе бы такое не пропустили, да? Ну я так думаю. Это пипец. Куда, блин, вас несет, я не пойму? Куда? Сука, что вам не живется-то спокойно? Что у вас все проблем-то наживается? У многих ведь и дети. вы всю эту черноту, весь этот негатив не только на себя цепляете обратно, но и на своих детей, на своих родителей и родственников. Вот и все, вот и все. А мне по барабану. Я на ваш негатив не реагирую. У меня совершенно другая реакция на это. позабавится. А вам выплеснуть. а в латной получаете. Только втройне. так что кто там следующий в теньков за сообщениями? ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можете не по рублю кидать. Можете побольше. Ну что, мои дорогие, все. А, хочу еще дать некоторым совет все-таки, совет дня. не хотите чтобы у вас было все хорошо пишите в тиньков ладно ребят всем пока спасибо что были со мной